Продолжение следует... Очень важная часть, как это связано с еврейской темой на рубеже прошлого и позапрошлого века, от того, что одна из главных идей моего доклада, что эта тема оказала потом влияние на развитие всей психотерапии, всего психотерапевтического сообщества. Да, как мы знаем, психоанализ – это в наши дни далеко не единственная психотерапия. Психоаналитики проделывают, скажем, от 5 до 10 процентов всей психотерапевтической работы. Огромное количество школ и методов, и все они так или иначе оказались под влиянием того, что происходило в Вене на рубеже XIX и XX веков. Какова, скажем так, еврейская ситуация в Вене на рубеже веков? Европейский интеллектуал, находящийся уже в зоне такой двойной идентичности по известному афоризму «человек на улице еврей дома» или болезненно переживающий такого рода двойную идентичность и составляют основу венского психоаналитического сообщества. Поначалу Фрейд действует и работает как своего рода герой-одиночка. Выйдя под влиянием своего первого учителя и соавтора по первым публикациям, по пяти студиям по истерии Йосефа Бройера, все время старается где-то делать доклады, и каждый его доклад перед венскими коллегами в том или ином виде, где решается скандал. Любой доклад Фрейда – это перепалка, это обвинение в том, что он пропагандирует непристойности, это обвинение в том, что он видит в каждом явлении некую сексуальную подоплеку, и в любом случае он некий одиночка, противостоящий большому враждебному окружению. Поначалу его идеи имеют крайне ограниченный успех. Вышедшая в конце 1899 года книга, которая теперь считается в Библии не только психоанализом, но и психотерапии в целом, я имею в виду толкование сновидений, расходится только к 1908 году в количестве 600 экземпляров. Первый тираж расходится так долго, так мало у него единомышленников. Но в 1902 году, в феврале, он отправляет циркулярное письмо четырем своим венским коллегам с тем, чтобы они встречались у него в доме на улице Бергаса 19 и обсуждали идеи, имеющие отношение к психоанализу. Вот с этого времени начинается формирование психоаналитического сообщества. Многие из людей, которые приходят на Бергаса, к врачевному делу вовсе не имеют никакого отношения. Среди них, к примеру, часто бывает Стефан Цвейк, один из первых оценивших достоинства психоанализа. Сразу происходит очень интересный процесс. В то время как профессиональное академическое сообщество на Фрейда чаще ругается, чем хвалит его, художественная интеллигенция Вены очень быстро оценивает все интересные аспекты, связанные с психоанализом. Вскоре Фрейд становится врачом для многих представителей интеллектуальной элиты. В частности, он даже короткое время работает с Густавом Малером. Это очень своеобразный психоанализ. Без кушетки они оба встречаются в голландском городе Лейдене. И психоанализ проходит вот так в прогулках. К счастью, Фрейд все больше и больше находит клиентуры среди венского высшего дворянства. И пользуется этими связями абсолютно безостинчиво. Что в современном профессиональном сообществе, так как мы знаем, строго запрещено, с клиентами не может быть никаких отношений, кроме профессиональных. И пользуются их услугами. Это вот поводом для рассмотрения на этической комиссии. И все такое. Сообщество, собирающееся у Фрейда по следам, очень быстро обретает свое такое яркое своеобразие, оказавшее влияние на всю психотерапию впоследствии. Это нечто среднее между тоталитарной сектой и группой апостолов новой религии. Фрейд пользуется однозначным, сильным, непререкаемым авторитетом. Любое его слово ловится, интерпретируется, распространяется, воспринимается как некая новая Евангелие. Для того, чтобы определить своеобразие таких сообществ, я в свое время ввел концепт под названием «идеоболическое сообщество». Идея понятна, балу бросает. Сообщество, которое создается для распространения идей. Это могут быть религиозные секты, это могут быть политические партии, это в частности психотерапевтические школы. Психотерапия не происходит так, как в других науках и дисциплинах, что знания постепенно складываются в общую копилку всей науки. Психотерапия происходит так, что любое открытие становится поводом для формирования вот такого сообщества. Вокруг лидера его собираются группы, да, вот такого рода тоталитарные секты, и потом они все вступают в конфликт с большинством других школ. Все после психоаналитические крупные направления в психотерапии создавались именно по этому образу им подобия и вступали в конфликт в первую очередь с психоанализами. Они вначале эмансипировались от психоаналитического сообщества через критику, через порой грубую деформацию Фрейда, присоединяясь и так к огромному количеству критиков психоанализа вне психотерапии. Ну и дальше вели себя примерно по тому же сценарию.